И вот дальше ее смысл совершит There is not a thing There is not a thing Ну кто-то успеет произнести? Ну разве что акробат или иностранец, который пытается говорить английский бесполезно There is not a thing Это было первое слово Это одно слово Представляете, да? There is not a thing Дальше ее Ага, одно слово Ну и становится to be thing Вот это одно слово В нем три удалена There is not a thing to be Если произносится все быстрее и быстрее, оно становится бы There is not a thing There is not a thing И только знание, вот понимание вот этого То есть те, кто закончил Мариса Тореза и уехали в англоязычную страну Только те, кто понял понял, что нужно проговаривать именно на большой скорости все сглатывает вот просто интуиция те научились нормально как по английским студентам Те, кто не понял, до сих пор что-то мямлит Мямлит То есть, кто пытается произносить все, что написано Дальше Отдельное это можно просчитать There is There Если два слова то это There уже можно гнать There is Если отдельно совсем слово вот появилось тогда There Is не меняется Еще один вариант вариант проговаривания чтобы на слух понимать There There's 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 There is There's Дорогой Гуд There Договорились все фонетики запутались вообще запутались Вот Теперь В русском языке в русском языке есть три варианта плеч Первый слоговой церковно-славянский Все школы после революции использовали опыт церковно-приходских школ поэтому мы начали всех читать вот так прихожан готовить массово раз чувствовала Михаила Николаевича как батюшка говорит говорит батюшка вот это первый вариант чтения он всеми распознается потому что он церковный понимаете да все ходят в храм все слышали всех учили так говорить как будто массовых священников готовили всех научили в результате скорость чтения очень трудно поднимать очень трудно поднять то есть для того чтобы нормально расширял словарный запас нужно научиться читать с диктором а диктор читает со скоростью там от 75 слов в минуту и когда там караул полумбра до 300 будет и вот эти 300 мы уже за диктором не успеваем а для того чтобы свободно расширял расширялся кругозор словарный запас нужно периодически читать именно с диктором который уже сделал много дублей за нас определил где переходит с понимаете да при чтении и мы должны свободно это улавливать ловить и читать если а с диктором все равно с диктором то есть он читает а за ним мы должны быть за ним не за ним вместе вместе периодами уходя за не совсем понятно не понятно а читается с диктором а мы не знаем как он прочитает а второй раз загоните нет это не совсем так вернее для того чтобы научиться считать диктором ну сначала просто научиться считать диктором сам человек по себе не может научиться считать диктором ну никак ни англоязычный не мы потому что он не знает правил не знает что диктор считает правила изложены во всех учебниках но их ассорбировать невозможно поэтому для того чтобы человек мог там научиться я подготовил такой странную комбинацию улучшение письменной стилистики и устной стилистики речи и вот как будет время я начитаю и эта книга курс будет готовить к чтению с диктором безрочных курсов а вы считаете это способствует грамматическому русскому потому что это конечно деление на слуги и так далее и так читали оставлять чтобы человек просто запомнил как пишется правильно а если он так конечно конечно то есть весь ужас заключается в том что для того чтобы написать по-английски мы читаем мы читаем и по-русски да мы читаем лингерия да да и слова читаем going я не знаю бред какой то мы читаем совсем не то что нужно как в русском чтобы написать правильно промокашка а давайте я вам пример приведу хороший вот отдельно читать это слово читается читается четко зеркало зеркало то что на и уходит мы не замечаем то что на и начинает уходить если сказать моё моё да вот это посмотрите что происходит замедляем мы 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 зеркало мы зеркало если вы кала будете продолжать гнать кала окольный это опять уход на церковно-славянские дела это зеркало зеркало красота такая зеркало зеркало даже на бумагу в руки начинает читать по слогам зеркало ну ну какое зеркало куда оно зеркало вот это читается давай зеркало чем за зеркало он зеркало зеркало люшго зеркало ввеса выответственно это в л орбит лорег и лас 닝 хороший зеркало в я отсюда прилюд прилюд будет при бред прелюд будет прей луд ты сказать прилюд никто очень не понимает что другая гласная пошла типа боярский бярский вот у нас то есть в обе формы понимается театр понимается и театр съехала как в английском вот а в английском полная форма театр не понимается никем у них нет церковнославянского то есть возвращаясь тому что начал говорить у нас есть и форма языка просто 3 аристократические формы большие подразделения первая церковнославянская речь той которая учит для того чтобы писали лучше вы право целью про быка хотя бы перед кредо устать пишет про быка если он так и говорит из-за этого порождены все эти ошибки нынешние при письме пытается писать политически да да конечно так вот безусловно правильно произнес правильно записал не давая не не делая ни единой ошибки что в русском что в английском что в любом другом языке теперь второй вид речи аристократическая театральная московская смешанная мама не знает правила таким образом это смешанная старомосковская московская театральная вторая подметричь в котором утверждается что якобы по таким правилам слова всегда читаются опять проститную речь не слов это про да это как под вид идет то есть базово не не об этом ничего базово что слово вот вот во всех учебниках идет вот в книжном кассе идет пыль по словам от колокольна как пример вы тут по поводу вы удивляетесь да а в любом учебнике страны речи постановки техники речи по техники написано что вот эти две по читаешь какую да это дала предударная читается о то есть самый шикарный привет 4 1 считается по канону театрально старомосковскому читается ухаться примени проговорится это ла а это опыт колокольна это вот вам пример их пример из любого учебника не слышали сказали что это на школе не объяснить они учат говорить да мы не слышим потому что нам мы трансформируем это наш обычный способ проговариваем то есть они как одним образом а вы воспринимает этот мой произносим если мы кого-то начнем учить того как вы сами произносите или так как нам кажется по произносит если придет иностранец мы будем учить читать слово зеркало увидев вот здесь будет насчитать позже пожалуй ста ну то есть чуть ли не по слогам будет читать уж на так кажется легче на сами как учить чтобы написать нужно сказать пожалуешь то тогда вы без ошибок на а я на стадии пришел с а в наш счет бежал сша вы сжал с хорошо дорогими пятьдесят цикл на славянские дела когда пишем говорим говорим даже без ошибки написать что и создает проблему с прошением словарного запаса старого дальше идет пятьдесят дальше вся 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 вот такой степени как в английском сократилось шестьсот шестьсот куда нет и куда здравствуйте да здравствуйте то есть когда иностранцы учу говорить здравствуй здравствуйте его звучит как нормальный русский человек потому что а вон обычно сидит читает тело хорошее он читает своими гласными со своими звуками и никаких сокращения вообще речи не идет то есть почему сами преподаватели запутались в этих трех стилях речь первый ну да тут уже можно и по поводу что преподавать то ли на то ли современный московский то ли старомосковский современный москву старомосковский улыбаться 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 улыбай из улыбайтесь из улыбайся новомосковский улыбаясь улыбай и умоваясь мягко улыбаясь и театрально с этим совпадает то есть это вопрос я все в одну руку и просто выделил а третий вариант проговаривания это ускоренный вариант проговариваем лес на кратически В котором вот эти все явления начинают проявляться. Переход всех гласных, как в старинном русском, на «ы». Ну, и всё. То есть, по большому счёту, откуда появляются слоны мужские, да? «ы». Старинное гласное, базовое «ы». Между всеми гласными в русском в XI веке, судя по всему, шли «ы». Между всеми согласными шли «ы». Понятно? То есть, открытый слог. Теперь. «Кыла, кыла, кыла» — слово. Теперь что происходит с русским понятно. И вот этот ускоренный вариант — это так, как мы должны считать, чтобы расширялся словарный запас. И мы могли считать с диктором. Потому что, читая первым или вторым способом, мы за диктором не успеем. Любой диктор, если медленно читает, читает, смотрите, «па», «па», «дру», «падру», «падру», «по другому», «гому», «гому». Всё, ещё чуть-чуть ушки проходят, «другому». А когда он начинает читать эту же фразу быстрее, пошло «по-другому», «по-другому», «по-другому». Потому что не успевая проартикулировать в ушку. «Нельзя». «Подробал». «Скажи, скажи, скажи мне, скажи мне». «Скажи ли ты?» «Скажи». «Аэропорт». Я отдельно говорю. «Аэропорт». До тех пор, пока иностранцу не покажешь, что слить на речи, чтобы быстро произнести по-русски, мы уже перестаём говорить «аэ, аэ», а начинаем говорить «ыыы». «Ты уже приехал в Ир…» «Ты уже…» Поняли, да, что происходит? В английском даже самая ерунда. Только у них нет церковно-славянского разделения на слоги, а мы только такое учим. То есть наши преподаватели учат иностранным языкам а-ля церковно-славянским образом. На самом низовым образом, то есть прямо вот как типа сиди и читай. А почему? А потому что старая история, типа прочитаешь приближенно к тому, как написано, напишешь без ошибок, я отчитаюсь, что у меня грамотные студенты, школьники. Понятно? Хитрость какая. Вот. Научить читать слуху, то есть в результате этого, а не научить читать с нормальной скоростью. Не могут, собственно говоря. То есть сам преподавательский корпус мира учит письменному. Они отчитываются за письменную речь в школах. Устную речь благородную, ускоренную, они создать не могут. То есть они не могут довести большинство детей. Или детям неинтересно, или преподают как-то растянуты не так, не показывают всего. Неинтересно. И люди это не усваивают, а потом это уже становится поздно. Теперь, что происходит в английском? В английском нет проговаривания по слогам, как нам хотелось бы, и как мы говорим, когда пишем, чтобы написать по-английски без ошибки, опять контрольную работу или что-то еще сдать. Вот на это все было направлено. И это сплошь и рядом до сих пор и применяется по всему миру, и в Америке, в том числе и везде. То есть проговори так, как тебе удобно. Так вот, они плохо умеют писать, потому что у них нет варианта проговаривания промо, промо, акашка. Вот и все. Нет. Вот взять слово. Любое. Ну, например, штат Коннегзибут. Или слово развитие, например, на любом. Любое слово еще. Можете сами назвать любое слово. Церковно-славянские дела вынуждает всех преподавателей бывшего СССР, Албании и так далее. То есть, короче, все Европы, все не англоязычные Европы считают, писать это вот так. Своими буквами по-латыни. ДЕВЕЛОПМЕНТ. Приехали. Мы в этом запутались полностью. Это читается так. ДЫ. Или ДА. Это ВЕ. Если сказать ВЕ, ДАВЕ. Если сказать ВЕ, ДАВЕ. Получится как в теплых постельных тонах. Или в теплых постельных тонах. У них меняется смысл слова. Это же главный ударный слог, его нельзя портить. У нас бассейн-бассейн распознается по разным канонам. Семь распознается. У них бассейн могут не распознать, а бассейн распознают. Например, платить будет ПЕЙ. Платить ПЕЙ. А фамилия типичная ПЕЙ. То есть у них одно и то же, вот так сильно различается. Если сказать ПЕЙ, он скажет, кому платить? То есть он даже не поймет, что мы говорим о человеке по имени ПЕЙ. ПЕЙ. ДАВЕЛЫЙ или ЛАТЫ. МИР СОГЛАСНЫЕ ДАЖЕСТЬ НЕ НАПИСАНО. МЫ. НЫ. Разучивание слова. ТЫ. Вот разучили слово, как ВАХЫ, МИСЫ, ДЫРЫ. ДАВЕЛЫЙ ПЫМЫНЫЙ ТЫ. Это я не говорю, потому что еще язык ставится. В смысле, как я реабро здесь. ДАВЕЛОПМЕНТ. ДА-ВЕ-ЛАП-МЫНТ. То есть если им читать слово, как мы пишем, ДЕВЕЛОПМЕНТ, а не слово, не знаю, для них это получается, как будто мы произносим 4 слова. ДЕ-ВЕ-ЛОП-МЕНТ. Какой-то мент. ЛОП, ничего не понятно. Короче, я знаю, ясно, да? ГИПОПОТАМ. Наш преподаватель, слом ГИПОПОТАМ, читает. ХИПО, вот так. ГИПОПОТАМУС. В ЛАТЫИ. Как и пишет, без ошибок, специалист. А это читается. ХИПЫ. ЧТОБ НЕ БОЛОПИСНО ХИПЫ. ПА-ТЫМУС. ХИПОПОТАМУС. Как если несколько слов бы стояли рядом, да? А они стояли ХИПОПОТАМУС давно. Больше пристанутся, сделать нечто типа А, как в русском. ХАПОПОТАМУС. ХАПО. ХАПОПОТАМУС. Например, слово ТОРОПИТЬСЯ. Это ХИРИ. ХАРИ, МАНОЧЕ, ХРИПОТАМУС. Да, да, ХАРИ, КОНЕЮСКО. Режу ХАРИ, да. ХИРИ. Нормальная, ускоренная форма слова. ТОРОПИТЬСЯ, ТОРОПИТЬСЯ. На старомосковском говорит ТОРОПИТЬСЯ, ТОРОПИТЬСЯ. Это ХИРИ. ХИРИАП. Это не ВОРИ. ДОНТ ВОРИ. А это ДАНТ, ДАНТ, ДАНТ. ДАНТ. ДОНТ, никакого нет цветной речи. Это ДАНТ. ДАНТ или ДАНТ? ДАНТ. У-У-РИ. ДАНТ, У-У-РИ. У-У-РИ. У-У-РИ, всё. Слово РАБОТА, что? ВОРК? ВЕК? ВЫРК. РАБОТА. ВЫРК. ХИ ДЫЗН, ХИ ДАНТ, ХИ ДЫЗН, ХИ ДЫЗН. НЕ ДАНТ, никакое. ХИ ДАЗНТ ВОРК. Ещё быстрее. ДАЗН становится ДЫЗН. ХИ ДЫЗН. ХИ ДЫЗН. ХИ ДЫЗН. Слово одно получилось. ХИ ДЫЗН. ХИ ДЫЗН. ХИ ДЫЗН. это не работает пока делаю разбор то разбор звучит странно разбор то есть разбором нарушая гармонию языка они это преподать не могут потому что у них начинается кошачий концерт в голове понимаете они не могут разрушить гармонию собственного языка они говорят только так как они привыкли все остальное для некоторых для них это кошмар мы читаем коллег текут правильно опять несколько слов вместо одного здесь на 100 другая история здесь читается ударный единственный слог а коли так то это читается крыль на ты крыть поэтическим аж все ажи можно афсы прочитать или спеть ханэтыкат быстро произносится мэнгэтн гэйдет из-за некоторых словах иностранных и индийского происхождения мэнгэтн оу-хайо оу-хайо да гэшка гэшка идет это не хэ агэ именно оу-хайо оу-хайо мэнгэтн быстрая форма программе мэнгэтн поэтическая ман-ман-ман-хэ-а-тан манхэ-тан манхэ-тан конетикат алавия алавия конетикат то есть у них нет нижней церковнославянской формы проговаривания коннектикута и лондона у них нет поэтому сколько а мы с ними пытаемся разговаривать и именно как как именно как по слогам читаем так как нам удобнее записывать вы пытаетесь с ними разговаривать да 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 конечно то есть иного и как бы иного способа запоминания нет у них та же самая проблема из-за невозможности писать по слогам детей заставляют заучивать слова как картинки как иероглиф не называя сегмента представляете да без букв без ничего просто картинку пересылал о похоже да сидит ребенок пишет писать можно как угодно у них теперь если уж он не уникален сидит пишет кошка вот еще похоже похоже но сейчас не очень преподавательской работой видео то есть напиши пять раз второкласснику второкласснику домашнее здание напиши пять раз слова кошка и и гулять он пишет не по буквам как только в английском для того чтобы забрать альтернативой проговаривание коннектикут дурацкого альтернативой проговаривание коннектикут является произнесение слова по буквам свободное то есть кошечка бедная будет си альтернатива то есть мы или произносим произносим линкерии привычную нам латинскую форму неизвестную англоязычную из-за этого мы пытаемся так и говорить линкерии вот или же или же мы просто по буквам все это делаем по буковкам произносим то есть если мы начнем вот слово например произносить то это делает невозможным изучение английского вот слова латвы слова если вы произнесете по латыни и не одна живая душа не знает они враги враги рима враги ватикана уже три века они отелились от ватикана и сделали вещи никогда не читали по латыни всей страной так сделали так что если не понимает шпионов ватикана потому что было опять же церковь своя должна быть где читаем короче говоря это считается да вы д вы д лысы это а а конкретно переводится выдавался то есть они все латинские слова даже латинские и сказали до неузнаваемости произнеси любому скатолическому священнику он просто умеет а таки про такие способы произнесения например снова жизнь сложить что мы читаем это это считается в айти в айти в айти в айти или колыбельные ла 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 это ла 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 то есть сколько ну лу лу пю не говорю мы любое слово видим любое слово например там супер было и начиная супер было и как написано так нам удобнее уставать его а это супер вы например слова слова супер да она по-английски идет долго но как только начинается и вы сразу параллель поймете почему у нас тоже самое идет с этими у начинает уходить на быстрая скорость у превращается дальше идет сыпрем не супер а сыпрем и не супер ее как написано а сыпи ри сыпи ри июнь будет чищу то есть это вообще это абсурд они все вы уже загнали мы пытаемся мы почти все вы уже загнали было сыпи дысты кмалятор народный беспрерывно секрет кмалятор кмаля а кому написано кмалятор кмалятор сломался кмаля чем не верят кмалятор сломался кмалятор все тоже на вы пытается загнать как он начинает а говорить вообще какой-то не образован непонятно из какой деревни кмалятор кмалятор еще кмалятор видите что творится кмалятор кмалятор лалабаечка и так далее то есть альтернатива этому то есть это второе это тоже нужно делать это просто программе по буковкам это слово редко употребляется я его просто загнал просто прогнал через через пальцы проговорил то есть слова нужно произносить вслух усваивая в и рабельщик поступи и и и айти и альтернатива проговорили беде лисе и делись и везде или висит то есть берем любой любой момент посмотрите то есть тут такое многообразие что все запутались вот написано а это если ответ и юбистана ебут и и а это я да как русский и а и а дальше идет перед глазами яра ира яра иран айс его нет этого нет мой фрэнда ничего нет этого нет нет никаких май рашин фрэнд но токей это все по-другому считается вот написано вот видите отдельно считается он скажите а все очумели чего нет никто не поймет по-русски даже думаешь нельзя русское слово так произнести от никакого нет который появляется второе слово но здесь диктор скажет а вы все через переследшим словом только когда два слова идет объединяется в одно слово дайте а а еще быстрее и а и ассимилируется тоже уходи 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 ну то есть четко да если вы уходи буду ходить а если стыдно будет произнести буду ходы безударочка тоже начинается потихонечку вы смещаться в русском как и в английском а в английском окончательно сместилось то есть редко редко встречается например смотри что происходит словами не отдельно чуть побыстрее будет промежуточно редко бывает без движения будет ми а так мы сплошную сплошную это когда она попадает под безударочку например формы это южный диалет для меня формы то есть это же адвокат точно образной человек говорит мы формы редко бывает просто нормально а перед согласной без согласной арочка вообще не считается перед согласной перед согласной считается просто я я я и и и и и вот норвежец который поет поет песню я и ты в армии сейчас поет какую-то очень странную форму южен да юар южен да норвежец норвежец ну как он может найти формат южен да он поет еще одну форму южен да норвежец данная из папа перец и общая всех «Ю» в русском языке сокращается. Написано, в английском, да, написано «Январь», 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 «Январь» – это «Я» сокращается. «Ю» также. «Инварь», «Инварь», «20-го января». Ну, тут «Ишка» вообще хорошо слышала, да, «20-го января», «30-го января», «14-го января». То есть «И» не успевали произнести, так? У них народ все уже почти загнал на «Ы». То есть «Аристократ» кое-где еще чуть-чуть как бы держится немножечко. То есть по-народному уже будет «Мэ-ны-ны». Из русских слов.